Армения передала РФ четыре истребителя вместе с пилотами для использования против Украины, сообщают турецкие СМИ. По данным телеканала Haber Global, это произошло 25 марта. Это означает, что Армения стала участником боевых действий в Украине. Кажется, подвезли новые средства ПВО. 28 марта воздушные силы поразили 17 воздушных целей, 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты рашистов. Авиация воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях. В Укроборонпроме приступили к ремонту российской трофейной техники. Ремонтируют не только захваченные танки или боевые бронированные машины, но и более мощную технику. Уже освоили ремонт трофейных реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Во время войны предприятия концерна работают круглосуточно. Пентагон. Сейчас приоритет России – захват Донбасса. По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования. Наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели 5 километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма. Фокус на Донбассе, говорят американские военные, может иметь три объяснения. Намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий. Приобретение мощного козыря для будущих переговоров. Общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается. По данным Пентагона, российские войска находятся в 15-20 километрах от центра Киева, северо-западные столицы, и в 55 километрах от центра города на востоке. В Минобороны США также подсчитали, что Россия использовала против Украины уже 1370 ракет. О падении добычи нефти на России. Пишут, что уже упала на 6%, до конца года упадет на 25%, а до конца следующего на 50%. Ее просто не дают закачивать в нефтепроводы, потому что принимающая сторона не покупает, даже несмотря на скидку в 30 долларов за бочку. На Росавиацию осуществили мощную кибератаку. Пропал весь документооборот за полтора года. В субботу 26 марта на Росавиацию совершили мощную кибератаку. Как рассказывают РосСМИ, не работала сеть, а также уничтожены все документы, почта, файлы на серверах. В общей сложности говорится о примерно 65 терабайтах данных. Следующий пакет санкций Соединенных Штатов и союзников против Российской Федерации коснется тех секторов российской экономики, которые напрямую влияют на войну с Украиной, включая систему цепочек снабжения. Об этом заявил замминистра финансов США Олли Адейм. Пропавший Шайгум появился в эфире и выдал интересное заявление. Основные задачи первого этапа специальной военной операции в Украине выполнены. Можно сосредоточиться на главной цели – освобождении Донбасса. Это значит одно. Лапти публично признались, что полностью обделались со своими главными целями – взятием Киева, Харькова, Одессы. А главное, они не победили и никогда не победят украинцев. Из-за введенных санкций на Москве срывается выполнение оборонного заказа. Там срочно собирают данные о госконтрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует, из требования начальника управления военных представителей МО, поступившего в оборонные предприятия страны-оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие. В течение последних десятилетий военное производство и перевооружение армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия, ракет, танков, самолетов стало фактически невозможным. В боях под Харьковом ВС Украины ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады военная часть 08-275 Печенга полковника Дениса Курило. Как известно, 200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой специальной военной операции. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й ОМСБР. Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих. Обращение Зеленского к парламенту Дании. 40 ракет – средний уровень ударов в сутки. Сегодня ими ударили по Николаеву, в результате чего разрушена администрация, есть раненые и погибшие. Интенсивность боевых действий, которые ведутся против нас, вышли на более высокий уровень, чем во время Второй мировой. У нас уже большой список городов, которые разрушены до основания. Еще многие населенные пункты разрушаются. Уничтожены 773 образовательных учреждения, а еще больницы и мемориалы. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего не осталось, только руины, только беженцы. Почти 4 миллиона человек уехали. Их истории полны ужаса. В оккупированных городах много расстрелянных людей. В Мариуполе люди топили снег для воды. Гуманитарные грузы в город блокируют. 90% города разрушено. Русские целенаправленно подрывают укрытие. Это преступление против человечества. Люди, принимающие решения в России, думают, что им это сойдет с рук. Санкции нужно постоянно усиливать, нужно отказываться от нефти, закрывать порты. Это должна быть солидарная позиция всех стран ЕС. Это давление для того, чтобы Россия искала мир. Они депортируют силой людей, насилуют девушек, мародерствуют, вывозят детей в Россию. Уровень зла, принесенного на нашу землю, нормальному человеку трудно представить. Европа должна перестать слушать какие-либо оправдания от официального Будапешта. Я благодарен Дании за принципиальность. Русская агрессия является аргументом для ускорения зеленой трансформации Европы. Следует отказаться от российских энергоресурсов, потому что благодаря им Россия может продвигать свои цели. Я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших регионов. Этим городом может быть Николаев. Москва проводит скрытую мобилизацию и отправляет на фронт всех, кого только может. По сети гуляет ролик с мобилизованным из Ордло. В Мариуполе уже были замечены какойтовцы, горлорезы из армии Южной Осетии. Вполне возможно, что Лукашенко уломают бросить в бой белорусов. ГУР предупреждает, что на фронт пойдут русские сопляки, призванные в апреле. Цель всего этого собрать массу. Зачем? Чтобы продавить нашу оборону на основных участках массой, не мудрствуя. Как в свое время Москва продавила линию Маннергейма. Или как наступали по Украине. Вспомните черносвиточников. Много признаков, что в Москве поняли. Бонапартами им не быть, потому что они решили быть жуковыми. А наступающая масса – это очень тяжело. Лучше всего сказано об этой войне. Ощущение, вроде бы играешь в шахматы с полным идиотом, но у него 150 фигур. Массу лучше встречать, сидя в обороне, а не во встречных боях. Массу лучше выбивать, избегая попыток окружения. То есть отступая на подготовленные позиции, когда существующий рубеж держать больше нельзя. Но уже сейчас мы не даем им собрать все существующие силы. Почему? Потому что мы контратакуем. Да, локально. Но. Под Харьковом мы тесним их границы. Возле Киева мы отрезали врага в буче от основных сил. И что произошло дальше? Они перекинули пополнение, которое мы уничтожаем прямо сейчас. А атаковать нас они будут вынуждены скоро, буквально в апреле. Почему? Во-первых, им нужны победы до 9 мая. Во-вторых, потому что в апреле деревья покроют листья. И на дорогах, которые они контролируют, кое-как развернется полноценная казачьина из местной терробороны и штатных групп ССО. Удар будет скоро. Это как на Майдане, когда нужно было ждать. Неделями. Помните? Мы устояли. Знаете, почему Украина обязательно победит в войне с РФ? Потому что наши защитники-герои воюют с позорными крысами. Это не бравада и не преувеличение. Это почти прямая цитата из разговоров русских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ. Смотрите по ссылке под этим роликом. Окупанты дают друг другу советы. Не геройствуй их и не высовывайся. Будь с головой. Они напуганы и стремятся только отступать. Говорят, что в первые дни войны бегали по полям, как позорные крысы, поскольку даже их командиры не знают, какие на самом деле у них задачи и цели. Сейчас их оттеснили из Николаева и добивают под Херсоном. Тела погибших забрать не могут, дать отпор нечем. Каждого из них обязательно ждет наказание. И улика о тяжких преступлениях уже собрано предостаточно. Военнослужащие 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев показывают результаты работы. Вот эта жестянка заехала на нашу землю. Это живой пример, как на данном этапе выглядит боевая машина десанта. И это только один из многих примеров. Рашисты понимают, что пересечение границы с Украиной – это дорога в один конец. Киевское направление. Наши дни. Никто не сломается. Дожали Джонсон и Джонсон. Компания останавливает поставки средств личной гигиены на Россию. Впрочем, личная гигиена всегда интересовала россиян меньше, чем проблема бендеровцев в соседней Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok